В погоню за временем этим утром отправилась наша коллега, корреспондент Светлана Козырева. И не нужно думать, что она опаздывает на работу и всячески старается сюда к нам успеть. Она сейчас находится на необычном квесте в музее-усадьбе Юдина. Совершенно верно. А какую же задачу перед Светой поставили организаторы? Сейчас мы от нее узнаем, собственно, и получать или выполнить эту задачу. Свет, доброе утро. Еще раз тебе расскажи, что у тебя происходит. Что-то ищет, видимо. Ну что ж, ребята, еще раз вам доброго утра. Я взбодрилась кофе и готова выполнять различные задания. Сейчас у меня какое задание? В зале, посвященном семье Юдина, считать все объемные изображения животных в витринах. Ну вот пока передо мной витрина. Я здесь вижу аиста. Раз, два, три. Три лягушки. Так, есть тут цапли. Это уже раз, два, три, четыре. Короче, четыре птицы. Ну, так, две птицы у нас, так, лягушечки. Идем дальше, дальше, дальше. Ага, тут у меня вот еще в задании изображены часы. Собственно, квест посвящен часам. Вот я вижу, здесь есть часы. А вот, собственно, и Максим Вольхин-Михалевский, идейный вдохновитель и организатор всего квеста. Сейчас немного отойдем от квеста. Хочу вас спросить об его идее. Как пришла идея создать вот такой квест? Здравствуйте. На самом деле, в каждом музее есть предметы, которые неявные, которые не бросаются в глаза, которые обычно не замечают, проходя по музейным залам. Это да. И вот, чтобы помочь нашим посетителям, нашим гостям наиболее поло погрузиться в экспозицию, был придуман этот квест. Так и сложилось, что у нас почти в каждом зале второго этажа есть часы. Песочные часы, карманные часы, механические, напольные, настенные часы, любые. Вот в этом зале у нас как раз представлены карманные часы. И квест рассчитан на то, чтобы каждый посетитель смог найти эти часы и с помощью времени, которое они показывают, смог выполнить все задания и в конечном итоге познакомиться с нашей экспозицией наиболее плотно, наиболее подробно. То есть, как раз пользуясь служебным положением, что я квест прохожу еще, грубо говоря, по работе, вот у нас здесь изображены часы. То есть, я сейчас сосчитала пять представителей фуры, и у нас есть часы. Что здесь нужно сделать, получается? Здесь необходимо решить простой математический пример. Собранные сюда, перечисленные все животные, вы нашли не все, всех говорить не буду, сколько. Потом подставляется время, количество полных часов. Полных часов эти показывают семь. Таким образом, решив математический пример, мы получаем число, которое нам подскажет следующий зал, где спрятано следующее задание этого квеста. Так, я сейчас еще, как говорится, помозгую, поищу, проявлю свою дедуктику Шерлока Холмса в себе. Представляю, что действительно нужно искать. Знаете, еще такая есть компьютерная игра, где нужно предметы искать. Вот это вот что-то такое, только в реале. Это прям здорово. Да, здесь будет приблизительно то же самое, вам понадобится наблюдательность, смекалка и умение работать с музейными экспонатами. Читать этикетки, внимательно разглядывать витрины. Это прям действительно детальное посещение музея. Я знаю, что все часы, практически все, да, они здесь подлинные, имеют свою историю. Давайте расскажем немного об этих часах, какова их история. Дело в том, что если мы коснемся конкретно карманных часов, то каждые часы вещь статусная. Часы совсем имели немножко иное значение, нежели сейчас. Это был не просто предмет для определения времени, а от того, чтобы показать, насколько статусным был их владелец. Часы не покупались просто так, они покупались и дарились по случаю. Я сам пользуюсь карманными часами. Да, у вас статус есть. Вот они, мои карманные часы. Это действительно очень важный элемент делового человека, успешного делового человека, каким был Геннадий Васильевич Юдин. Да, для конца 19 века эта вещь определяла его уровень владельца, его положение в обществе. И без карманных часов, без часов вообще, ни один деловой человек не чувствовал себя успешным, не чувствовал себя важным в этом обществе. Вот это тоже старинное часы. Да, это уже 20 века часы, это 56 года, они еще вполне хорошо идут и всего один раз у них была чистка, а ремонту они еще не подвергались. Ну да, почему-то вот часы, созданные в те далекие года, они вот как-то идут долго-долго. Часовщик сказал, что и еще столько же 50 лет пройдут. Ага, так, ну я не знаю, можем немного все-таки пройтись, посмотреть, сколько еще живут. Мне, конечно, хочется разгадать, это требуется, в какой зал дальше переходить. Приходить. Раз, два, три, четыре, пять. Тут вроде нет. Здесь нет. Так. Слушайте, ну это прям затягивает. Я вот начинаю забывать то, что мы сейчас общаемся со студией, мне хочется полностью окунуться сюда и искать животных. Шесть. Я нашла кошку. Шесть. Так, ну слушайте, мне кажется, это затянется не на одну, ребята, минуту, и пока я не найду всех кошек, не вернусь в студию. Кстати, название в поисках. В погоне за временем. В погоне за временем. Это действительно, ты начинаешь своего рода в какую-то гонку впадать, чтобы найти это время этих всех животных. Кстати, кто название придумал? Это результат коллективного творчества всех сотрудников нашего музея. Всех сотрудников музея. Ну, а это один из первых квестов, да? У нас еще был квест в поисках пропавшей броши. Это такое детективное исследование по действительно историческому событию. Действительно, у Евгения Васильевича была украдена брошь, а потом впоследствии найдена. Поэтому она имеет историческую основу, а квест в погоне за временем, это скорее музейный экспонат, такой гид по музейным экспозициям. Слушайте, ну это прекрасная идея, на мой взгляд. Мне кажется, каждый образованный человек, интересующийся вот такими загадками, должен посетить этот квест, познакомиться с историей и проявить свои детективные способности. Я сейчас как раз этим и займусь. Я думаю, все-таки до конца пройду, хотя бы узная, в какой зал следующий нужно перейти, чтобы найти еще какое-то потерянное время. Так что, ребят, передаем вам слово.